Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на великолепную тему Начнете ли вы жизнь с чистого листа в этом году? И у нас с вами будет участвовать сегодня стимпанк Таро. Три позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Начнете ли вы жизнь с чистого листа? Гадаем на стимпанк Таро. Первая карта покажет ваше текущее состояние в жизни. Первая позиция. Вот такая пуговка. Вторая красненькая. И третья вот такая. Какая-то зеленоватая. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Начнете ли вы жизнь с чистого листа? Чем, может быть, это ознаменуется? Может, какое-то событие вас к этому подтолкнет? Может, еще что-то. В этом году смотрим. Начнете ли вы жизнь с чистого листа в этом году? Итак, первая пуговица. И первая карта. Ваше текущее состояние – это девятка мечей. Ну, такая грустноватая карта. Человек в отчаянии могут мучить неврозы, страхи, панические атаки, ночные кошмары, плохие мысли, негативное мышление само по себе. Причем проблемы явно накручены. Ну, то есть, возможно, этих проблем не существует в вашей жизни. Ну, представьте, что вы боитесь подняться на пятый этаж, потому что там высоко, вы смотрите в окно, и вам страшно, хотя вы в доме находитесь. Но вы боитесь, и у вас все поджилки трясутся. То есть, это пустой страх, но он есть. И вот тут то же самое. Человек может накручивать свои ситуации любые. Вы можете иметь негативное просто мышление, настолько негативное, что оно вас и пугает в итоге. Ну, также могут вас посещать духи, призраки, может, какие-то привязки к миру мертвых или даже посещение там сущностей. Потому что эта карта, она очень часто показывает какого-то рода негатив магический. И к человеку с помощью черных ритуалов привязывают различных сущностей. И, естественно, периодически кого-то это беспокоит. Я не говорю, что массово и всех. Но есть такие люди, единицы, может быть, у кого такие случаются моменты, что на них наводят такие страшные порчи. Но я не говорю, что это вообще у всех такое. Нет, конечно, это только редкий случай. Чаще всего просто нервы. Ну, и просто карта, бывает, показывает, знаете, бессонница, например, какая-нибудь у человека. Поэтому, да, сейчас темное состояние. Еще бывает черная ночь, да, души, говорят. То есть, когда есть психологическая травма, с которой тебе очень сложно справиться. Ты не можешь с ней справиться. И мысленно всегда готовишься к худшему. Хорошо, давайте посмотрим, в этом году начнете ли вы жизнь с чистого листа. Изменится ли что-нибудь. Мы здесь видим карту «Двойка мечей». Вы знаете, «Двойка мечей» — это карта, показывающая, что ваши глаза завязаны, закрыты. И вы в каком-то смысле закрыты. Вы остаетесь в ночной тьме, под луной. Карта говорит о том, что вы не видите ваших возможностей. И вам очень сложно в этом году разглядеть, а куда двигаться и где уж там что начинать с чистого листа. А скорее вы миритесь со своими обстоятельствами. То есть, если вот так вот по этому сценарию будет развиваться ваша жизнь, вряд ли вы начнете жизнь с чистого листа. Давайте посмотрим, а как начать жизнь с чистого листа. Король мечей. Вы знаете, король мечей, во-первых, это какой-то мужчина, учитель для вас, может быть, или пример для подражания. Мужчина, возможно, знака воздуха, с асцендентом в воздухе, или просто человек строгих профессий. Там юрист, политик, потом бухгалтер, начальник какой-нибудь, военный. Вот кто живет по каким-то правилам, врач. И, соответственно, вы можете смотреть на этого человека, ориентироваться на него, как, ну не знаю, на кумира какого-то, или пример для подражания. Вот, допустим, взять какого-нибудь человека, противоположного вам, следователя по особо опасным преступлениям, криминальный там отдел, да? Этот человек вряд ли мучается по девятке мечей какими-нибудь страхами. Он похож на короля мечей. Вам нужно с ним познакомиться и понять его мышление, то есть как человек рассуждает. Вы поймете, что все, что вы придумали, отсутствует в этой жизни. Вот. Он над вами посмеется, и вы можете успокоиться в присутствии такого человека. То же самое король мечей. Обратиться к знакомому мужчине, который является очень дисциплинированным, берет себя в руки, да? Еще момент. Обратиться к настоящему доктору. Может, вам нужно лечить невроз. Тогда нужно к психотерапевту лечить невроз, или там к психологу хотя бы, да? Но король мечей — это может быть ваше поведение. Дисциплина. Вам нужна дисциплина. То есть, чтобы взять себя в руки, начать жизнь с чистого листа, вам нужно вот, как сказать, построить какое-то расписание, распорядок, сделать идеальную уборку в квартире, в офисе, чтобы у вас все было вот чики-брики. Помыться, побриться, причесаться. Когда у человека такое состояние, душевная разрозненность, ему нужно все физическое собрать вокруг себя в идеальный порядок. Как только он это сделает, трудится на благо себя и человечества. Постепенно внутренний мир тоже начинает подстраиваться, приходить в ту же норму. Так же точно и наоборот. Если мы внутри спокойны, вокруг нас порядок. Если мы внутри психи, вокруг нас полный бардак, беспорядок, там да, хаос. Вокруг тоже хаос. Физика подчиняется духовному. Но если мы начинаем подчинять физику, она собирает духовное в кучу. Понимаете? Будет ли у вас шанс начать с чистого листа в следующем году? Королева Жезлов. Вот здесь уже больше возможностей, однозначно, да. И Королева Мечей. Но в паре с какой-то женщиной. Две женщины собрались, да, такие разные, яркие, интересные, по-своему каждая. И если вы мужчина, на вас повлияют две женщины. Если вы женщина, просто вместе с какой-то женщиной можете начать жизнь с чистого листа. И действительно сделать себя, вот взять себя в руки и сделать себя, свой имидж, свой стиль, свой личный бренд, понимаете? Какой-то бизнес построить, работу, вдохновиться очень сильно. Здесь, смотрите, Королева Мечей, особенная в этой колоде, она держит за руку мужчину. Поэтому не исключено, что в итоге вы построите еще и какие-то очень интересные личные отношения. Ну, а самое главное здесь, это самостоятельность такая, даже чуть-чуть дерзость, характер, стиль, да, стиль, спортивная подготовка, может быть, да, даже сесть на диету, ну, то есть, вот прям полностью себя организовать. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Вторая позиция, красная пуговица. Начнете ли вы жизнь с чистого листа в этом году? И первая карта, в каком аркане вы сейчас? Четверка жезлов. Ну, хороший аркан, конечно. Аркан — праздник жизни, стабильность, урожай, благополучие, да. Находите что-то интересное, радуйтесь, праздник устраивайте, готовитесь к чему-то, к празднику или к хорошему времени в своей судьбе, в своей жизни, к изобилию, или занимаетесь недвижимостью. Также может быть стабильный брак, стабильное отношение, стабильное состояние внутреннее. Квадрат, да, четверка, четыре угла. Человек стабилен, он пытается быть счастливым, радостным, идёт к счастью, живёт в изобилии, привлекает изобилие в свою жизнь. То есть вы пытаетесь исполнять свои желания, это правильно, это хорошо. У вас, может быть, жизнь слишком стабильная, это правда тоже по этой карте, потому что это четверка. Но вы вполне чувствуете себя адекватным и счастливым человеком, понимаете? Ну или, по крайней мере, довольным, довольным жизнью. У вас есть своя какая-то зона комфорта. Вообще даже бедные люди в своей бедности находят зону комфорта и мирские свои простые радости. Я помню, у меня бабушка жила там в небольшом городе, городе, да ещё и в старом посёлке этого города. У неё был небольшой, ну маленький совсем, не небольшой, маленький дом, огород. Но я бы не сказала, что она чувствовала себя ужасно несчастной, не имея корону там и дворец. Понимаете? То есть в такой жизни тоже есть свой уклад, свои мирские жизненные простые радости. там рассветы, закаты, природа. У меня бабушка с солнцем разговаривала, с небом, посмотрела на прекрасные горы. Ну не знаю, каждый человек живёт по-своему. Вот многие люди даже и не стремятся к какому-то богатству, им это не нужно совершенно. Так что вы можете быть в абсолютно любом состоянии, но чувствовать себя, ну как сказать, богатым по-своему, да? Стабильным по-своему. Хорошо. Давайте посмотрим. Начнёте ли вы в этом году жизнь с чистого листа? Восьмёрка кубков. А вот это очень похоже на жизнь с чистого листа. Вот счастливый человек, вроде всё у него как бы так более-менее нормально, стабильно, да? Но чего-то не хватает. В какой-то момент вы поймёте, что надо что-то поменять. Вот не то, что даже сейчас чего-то не хватает. Может, за не хватать чего-нибудь в будущем, в ближайшем. Вы пойдёте искать своё счастье или поедете путешествовать. Вот. Вам нужно осмотреть этот мир. Вы слишком засиделись, возможно. И восьмёрка кубков очень часто показывает начало с чистого листа, жизнь с чистого листа. Какое событие может этому поспособствовать отшельник? Ну, это момент некого всё-таки духовного развития и желания пройти какой-то определённый путь, духовный путь. поиски себя, поиски внутреннего «я», поиски близости с Богом, со Вселенной, с миром. И в то же время нахождение правды внутри себя, истины, той, которая есть. Отшельник. Да даже самому с собой иногда посидеть. Вот события, да. Многие люди не остаются наедине с собой никогда. А даже если они одни дома остаются, они сидят в интернете или смотрят телевизор, или общаются по телефону, тут же звонят друзьям, подругам, родственникам. Лишь бы не быть с собой. Отшельник показывает события, когда вы остаетесь с собой даже на 15 минут, но и этих 15 минут может хватить. Понимаете? Когда вы не залезли ни в какой гаджет, а сами с собой посидели. Ну и что там вас ждет? Сила и рыцарь жезлов. Но обретение очень большой мощи и энергии, приручение внутренних страстей и совладания с собой. Действительно вы можете найти что-то в себе, разобраться в себе, но и также сила очень часто показывает взаимоотношения, но такие яркие двух, допустим, лидеров или противоположностей в чем-то. Рыцарь жезлов показывает яркие, интересные приключения, подвижную жизнь, полную событий, желание что-то расследовать, узнать, увидеть новые места, может быть, поездки куда-то, путешествия. То есть, вообще, карты здесь очень много про путешествия показали. Поэтому, да, у вас жизнь начинается с чистого листа в этом году. И это связано как с путешествиями, так и с какими-то взаимоотношениями и разбор себя. Ну, вот такая у нас позиция номер 2. А мы идем дальше к позиции номер 3. И начнете ли вы жизнь с чистого листа в этом году? Гадание у нас на стимпанк 2. Первая карта. В каком аркане вы находитесь? Иерофант. Ну, вот, иерофант это тоже такой аркан. Либо вы чему-то учитесь у своего учителя гуру свет в окошке, либо вы уже учитель гуру и кто-то главный для других людей. Вы можете быть авторитетом для других, мудрым человеком или человеком уже в возрасте, кому ходят за советом, что-то спрашивают, или вы консультант действительно по каким-то вопросам. Но в любом случае идет как твердая позиция, устойчивая, так и ну, может быть, большие знания, да, какие-то. Карта показывает авторитет, карта показывает иногда постоянные отношения, брак, традиционный, высокое место на работе, начальство, да, какое-нибудь начальство, ну, и преподавание может быть чего-то, да. Иерофант показывает иногда возраст, а бывает еще такое, что человек работает не ради денег, а ради идей, например, то есть он верит во что-то такое, да, высшее, что он несет какую-то важную миссию в жизни. Хорошо, начнете ли вы свою жизнь с чистого листа в этом году? Четверка мечей. Карта показывает сначала жизненную паузу, когда нужно время человеку, чтобы что-то осознать, переварить, с чем-то справиться. Так, мне нужна еще карта. и тройка жезлов. Да, вы знаете, вы начнете в этом году жизнь с чистого листа, но после какого-то затишья, паузы, когда вы погрузились в тишину, когда вы расслабились или поехали в отпуск отдохнуть, и там решили начать жизнь с чистого листа. Отпуск, любые выходные, просто допустим, что-то произошло, а потом вы это перевариваете, это тоже момент тишины. А еще такое могут принимать решения после исповеди. Допустим, вы пошли, либо выговорились кому-то просто по душам, либо на исповедь реально пошли, и после этого решили начать все по-другому, жизнь с чистого листа, все переиначить, тройка жезлов, построение планов на будущее, взгляд куда-то за горизонт, то есть возможный отъезд, переезд, все передумали, решили куда-то уезжать, переезжать, или просто стать путешественником, или податься в бизнес, стать торговцем, то есть менять можно все, допустим, в работе, в бизнесе, или как место жительства. Ну и что вас там ждет? Рыцарь кубков, пятерка мячей, ну вы знаете, как любовь, так и борьба, да, то есть с одной стороны вот вы все меняете, и вас ждет любовь большая, да, именно всплеск взаимоотношений, пусть даже в старых отношениях всплеск, или новые какие-то отношения, но очень романтичные, такие яркие, страстные, приятные, с человеком, который безумно вам нравится, или по душе, в которого вы влюблены именно вот, ну и пятерка мячей, то есть какая-то борьба будет идти, соревнования, борьба, вы можете быть победителем в этой борьбе, но эта победа, как сказать, вам будет не нравиться, потому что вы уважаете соперников в чем-то, или конкуренция в бизнесе, например, то есть любовь, но и конкуренция в бизнесе, или конкуренция в любви, то есть любовь такая роковая, что там есть соперничество, такое тоже может быть, поэтому будьте очень внимательны, когда меняете свою жизнь, вы можете ощутить очень яркие впечатления и эмоции, но как позитивные, так и устраиваться соревнования, соперничество, то есть это негативные эмоции, которые побуждают вас в жизни действовать как можно больше, да, да и вообще такие эмоции очень сильно заставляют человека развиваться в жизни, меняться в лучшую сторону, не сдаваться, допустим, все время самосовершенствоваться, поэтому жизнь с чистого листа для вас это стимул к развитию, а не сидению как здесь на одном месте, в одной и той же ситуации, даже если вы и мудрый, и умный, и авторитетный человек, вот, ну вот такая интересная у нас третья позиция, всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, всем пока и до новых встреч, субтитры,